Фотоэкспресс Добрый день! Сегодня у нас имеется возможность продемонстрировать вам наше новое изделие из серии Экспресс Это Фотоэкспресс Это новый датчик, который мы только-только начинаем производить Серия Экспресс многим из вас, я думаю, уже известна Она производится свыше года Первый датчик серии Экспресс был Экспресс-1 Потом Экспресс-2 Радиоканальная сирена в этот комплект входит Теперь начали производить Фотоэкспресс Само по себе название говорит само за себя Что делает Фотоэкспресс? Он плюс ко всему прочему еще делает и фотографии Если обычные Экспрессы, которые мы сейчас производим Обнаружили движение человека при входе его в помещение Ну скажем, с расстояния порядка 10 метров И после этого на сотовый телефон отправляли СМС-сообщение о тревоге И звонок делали на него же, этот телефон То этот, помимо всего прочего, еще делает фотографии При создании этого датчика мы уделяли внимание Думали о том, куда же отправлять эти фотографии И однозначно приняли решение Отправлять фотографии на электронную почту В электронные ящики Практически у каждого из нас и из вас Такие ящики есть И даже вполне вероятно ни один и ни два Эти ящики уже стали традиционными понятиями У всего населения Ими широкую пользуются Они доказали свою устойчивость в работе Неприхотливость Все они нам понятны И вот мы приняли решение фотографии Выкладывать на такие ящики Тем более, что зайти на свой ящик можно откуда угодно Из работы, из телефона, из планшета, дома Вплоть до кафе, магазина Где угодно, скажем, даже на автомойке Тоже стоят компьютеры Пожалуйста, зайди и смотри Таким образом посмотреть, кто же зашел в ваш офис На вашу дачу Ваш какой-либо объект Не так уж сложно Вот такой вот датчик Мы его сейчас начали производить Значит, он достаточно небольшого габарита получился В нижней части расположено окно инфракрасного датчика Вверху вы видите объектив И сбоку инфракрасная подсветка Этот датчик надежно снимают и в полной темноте С расстояния порядка 6 метров человека Опознать абсолютно можно хорошо Как этот датчик устанавливать на объекте Изначально сразу у нас принято было решение При создании датчиков серии экспресс Что это должны быть те датчики Которые люди смогут смонтировать самостоятельно Не надо приглашать специалистов Я думаю, мало кому хочется незнакомого постороннего человека Сегодня он пускает Вот поэтому мы эти датчики сейчас и производим Этот датчик тоже вы сможете сделать самостоятельно установить Если вы пользуетесь сотовым телефоном То уж поверьте мне И датчик сигнализации вы тоже у себя дома сами легко поставите Датчик у нас Он так сделан, что его можно установить просто на горизонтальную поверхность Ну просто на стол установить его И он уже сразу будет охранять любое ваше помещение Также его можно закрепить и на стену вертикально Сзади есть вешала, на которой можно повесить на шурупчик, на гвоздик И он будет висеть у вас на стеночке Можно его и на скотч двухсторонний В комплект входит такой квадратик Вот сюда его приклеить И прямо к мебели, к шкафу какому-нибудь Его приклеить, он тоже будет висеть Он очень легкий, висит очень хорошо В нижней части датчика имеется вот такая шторка Вы ее открываете И перед вами отсек Батарейный отсек Здесь есть место, где установлена сим-карта В верхней части Как правильно ставить сим-карту Изображена на самой печатной плате Там есть рисуночек Он все подписан, дорисован Вы не ошибетесь И внизу две батареечки ставятся В этом датчике мы перешли на питание вот от таких батарей Они очень широко распространены, вот батарея 2А Так называемая пальчиковая Вы его можете купить в любом магазинчике В любом газетном киоске Где угодно такие батареечки подаются Таких батарей, при условии, что они качественные, конечно Хватит этому датчику, чтобы проработать как минимум полгода А то и год За это время вы еще можете порядка 50 фотографий от него получить Ну, мы считаем, что очень много тревог у вас в помещении не должно быть Тем не менее, 50 фотографий Это проверено 50 фотографий за полгода он в состоянии отправить Батарейки я советую покупать приличные фирмы, скажем так Сейчас называть их не буду Как датчик инсталируется? Что вам для этого нужно сделать? Для этого вам нужно правильно установить сюда сим-карту Купленную в магазине Номер телефона, который на этой сим-карте Вам нужно на этот номер телефона подготовить смс-сообщение на своем телефоне Тот телефон, который будет для этого датчика являться хозяем Вот я подготовил смс-сообщение Сюда прописал его номер И в тело сообщения добавил слово «Дом» И через пробел свой почтовый ящик Ну, в данном случае он «Тратака» «Собака Яндекс.Ру» Вот этот ящик он будет отсылать фотографии Вот такое сообщение у меня готово Сейчас я вставляю батарею и отправляю туда смс-сообщение После чего датчик полностью настроен Значит, я беру одну батареечку, вставляю в верхний отсек И встречно в другом направлении вставляю вторую батареечку Вот мы его поставили, этот датчик Был один звуковой сигнал Это значит, что батарейки вставлены правильно И полярность яд не напутал Сейчас будет три звуковых сигнала Это значит, что сотовый оператор его определил И они уже в коннекте, в сотовой сети Ждем Три звуковых сигнала Теперь наступило время, когда я должен отправить смс-сообщение Отправить Я его отправил Ждем Пришло двойной звуковой сигнал Теперь наступило время, когда я должен сделать брелок Тоже знакомым вот этому датчику Этот брелок я буду снимать и ставить объект под охрану Я нажимаю клавишу А Красно-зеленый мигает и звуковой сигнал Сюда ушло смс-сообщение На этом все настройки закончены Теперь просто необходимое достаточно на этом брелке Нажать клавишу Вот здесь есть клавиша Вы видите ее F Если я сейчас эту клавишу нажму То настройки датчика полностью закончены Вот сейчас я кратко-лево нажму Все Значит, настройки датчика после нажатия кнопочки полностью закончены Его можно закрыть Вот на мой телефон уже пришло сообщение Смс-сообщение с настройками Заходим на мой телефон И видим с номера такого-то, это номер, который принадлежит этому датчику Пришло смс-сообщение Первое, что тут написано, это номер сотового телефона Вот этого Он подтвердил, кто его хозяин Мой телефон теперь является для него определяющим Дальше звездочка 100-решетка Это он распознал карточку, что это карточка МТС И показал мне, как он будет определять баланс Надо сказать, что все наши датчики раз в неделю смотрят баланс Сколько у них денег осталось на этой сим-карте И сообщают хозяину на свой сотовый телефон А раз в неделю вам приходит баланс Дальше он пишет брелок один В комплекте я сейчас проинсталлировал всего один брелочек В принципе, вы можете докупить и два, и три брелка С тем, чтобы каждому члену семьи выделить свой брелок Тогда вы будете видеть, кто снял объект с охраной И каким брелком по счету снят или поставлен Кто пришел в квартиру, снял под охрану Сын или жена, допустим Ну и дальше мы видим мой ящик электронной почты Куда он будет отправлять фотографию Он мне все это подтвердил Все я прочитал, все написано правильно Все, датчик настроен Теперь мы можем его вот этим брелком Ставить под охрану, снимать с охраны И смотреть, как он работает Сейчас попробуем поставить под охрану И получить фотографию от реводи Нарушителем буду я Я вот нажимаю клавишу А Загорается красная лампа И звуковой сигнал коротковременный Все, я объект под охрану поставил Как только я поставил объект под охрану Он стал отчитывать временной интервал Кратковременными звуковыми сигнальчиками Тихонечко, он мне напоминает Что вам необходимо срочно покинуть объект Если я не уйду, через минуту Я из хозяина стану нарушителем Он сделает мою фотографию и отправит на ящик Вот на мой телефон пришло сообщение Давайте посмотрим Сообщение Объект поставлен под охрану Брелком номер один В скобочках дом И номер телефона Обращаю ваше внимание Что лучше всего Лучше всего Вот просто номер телефона В своей адресной книге В каждом телефоне вся адресная книга Сменить на какое-то имя Ну пускай это будет, например, слово Охрана дома Охрана дачи Охрана гаража Тогда, если у вас какое-то событие происходит У вас не будет выскакивать Какой-то малознакомый номер телефона А будет выскакивать там Охрана дачи сообщает Снять с охраны Как бы несколько удобнее Ну и второе Обращаю ваше внимание Что у этого телефона Теперь на ночь На ночь В период охраны Громкость лучше не убирать Потому что он должен до вас дозвониться Если что-то произошло Вот теперь звуковые сигналы Коротковременные окончились Больше не приходят Теперь настало время Соделать тревогу Сейчас я войду в зону действия этого датчика Он меня обнаружит И сдаст коротковременный звуковой сигнал И сфотографирует Звуковой сигнал нужен для того Чтобы я, если я все-таки хозяин Я вспомнил Что я не снял его с охраны И снял с охраны Но он настолько кратковременный Что нарушитель не может Наружить вектор Откуда этот звук раздается Я захожу Есть звуковой сигнал Я думаю, он меня сфотографировал Теперь мне придет сейчас На мой телефон Смс-сообщение и звонок Ждем Это время сейчас Когда я еще могу 5 секунд Я могу снять с охраны Но я этим не воспользовался Я не снял его с охраны Пришло смс-сообщение Я не буду его открывать Подожду звонка Вот пришел звонок Входящий вызов Если я ответил на него А я ответил То для телефона Для экспресса Для датчика Это означает Что хозяин он добудился Хозяин теперь все знает Информацию он получил Давайте посмотрим фотографию Эта фотография у меня старая Я тут экспериментировал до вас Давайте посмотрим Есть у нас новое сообщение Нового сообщения пока нету Мы ждем Сейчас проверим почту Пока нового сообщения нету Сейчас придет новое сообщение Новая фотография придет На это уходит порядка 15 секунд Пока Яндекс сработает И получит эту фотографию Пока он его проверит Давайте я, чтобы ускорить события Нажму еще раз два кнопочка Если же вы не будете снимать трубку Он будет для вас сделать еще несколько звонков До тех пор Пока вы не снимете трубку Пока он до вас не дозвонится Вот пришла фотография Тревога, аларм, скобочка, в дом Вот мы смотрим ее Перед вами ваш покорный слуга Может вам не очень хорошо видно Я увеличу сейчас Вот видно мой портрет В качестве, сами понимаете С экрана монитора не очень хорошие Но тем не менее мой цветной портрет Мы получили буквально за 10 секунд На ящик пришло сообщение О том, что у вас есть В вашем объекте нарушитель Если, почему, Тарас иногда спрашивает Почему одна фотография Почему не кино вы делаете Кино было бы гораздо интереснее Ну, может быть, оно было бы интереснее Кто спорит смотреть кино Но от батарейки От батарейки вы бы тогда получили Одно-два кино А нам надо получить в течение полугода Множество раз изображение А потом ведь это не система видеонаблюдения Это охранная система Для вас самое важное Определить Не мышка ли там пробежала Не кошка ли там пробежала А может при этом случае Просто пришел муж, пришел сын И не сняли с охраны Вам кино и не нужно получать Вам достаточно фотографии Вам нужна личность Личность того, кто пришел Ну, и таким образом экономим мы батареечку Что я хочу сказать Если вы брелком не сняли объект с охраны То ведь нарушитель, если продолжает ходить То вам придет еще вторая фотография И третья, и так далее До тех пор, пока вы не снимете его с охраны объект Объект снять с охраны можно прямо на объекте Брелком, нажав кнопочку B Нажали кнопочку B Брелок, а объект будет снять с охраны Либо же, сделав ответный звонок Если датчик вам позвонил И сообщил тревога на объекте То вы ему делаете встречный звонок Встречный звонок от телефона хозяина Будет для него основанием, чтобы охрану прекратить Вот коротко вот такой извещатель Такой датчик Он сейчас подготовлен к сильному производству В сентябре месяце Милости просим в наши магазины Вы сможете их приобретать Всего вам доброго, до новых встреч Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!